Музыка Сборная Харьковской области по тяжелой атлетике выиграла домашний чемпионат Украины среди учебных заведений спортивного профиля. Победителями в своих весовых категориях стали Камила Конотоп, Анастасия Власенко, Евгений Янцевич и Андрей Микитюк. Алина Захарченко выиграла номинацию до 48 килограммов с рекордом страны для 15-летних – 142 кило в сумме двоеборья. Помимо этого на счету харьковчан 6 серебряных и 2 бронзовые медали. Здравствуйте, это спортивный интерес, только главные события харьковского спорта за неделю. Сегодня в программе. Водное поло, третий тур мужской суперлиги, первая в сезоне победа Харьковской области над Львовским «Динамо». Теннис. Лина Светолина вошла в топ-10 мирового рейтинга и установила новый рекорд Украины. Велоспорт. Двое харьковчан стали обладателями Кубка мира на треке. Обзор матчей с участием харьковских женских команд в хоккее, волейболе, баскетболе и гандболе. Другие события недели с участием харьковских спортсменов. В Венгерском Эгере прошел первый этап Кубка мира по скоростному плаванию в ластах. Харьковчанки завоевали золото в составе эстафетных сборных 4 по 100 сверху. Екатерина Делова – взрослой, Елизавета Вакарева и Виктория Уварова – юниорской. Наставница двух последних Татьяна Красногор первенствовала на дистанции 1500 метров. Эстафету 4 по 50 в Беластах выиграла и мужская сборная Украины с харьковскими представителями в составе. Главным харьковским событием недели стал третий тур мужского ватерпольного чемпионата страны. Этот турнир с каждым туром привлекает все больше внимания в первую очередь благодаря противостоянию лидеров таблицы – сборной Харьковской области и Львовского «Динамо». Перед пулькой в бассейне НТУ ХПИ, в которой играли 4 оставшихся команды Суперлиги, львовяне были впереди на 6 очков. И первые матчи оба соперника выиграли. Харьковская область переиграла в дерби НТУ ХПИ – 10-5. «Динамо» все справились с Мариуполем – 17-5. Для нас этот тур был принциповым, потому что мы уже два тура перед тем выиграли и сделали себе такой определенный очковый запас, который мы хотели немного увеличить на этом туре. Но так стала игра, что мы програли, но в этом есть позитивные моменты, это и добра школа для нас». Впрочем, после первого периода очной встречи принципиальных соперников определить победителя было сложно. На голы «Динамовцев» Максима Радкова и Виталия Свящева хозяева ответили лишь точным броском Кирилла Наволокова в большинстве. А вот второй период стал переломным в игре. Голы в одни ворота в исполнении Артура Однолеткова, Владислава Орлова, Александра Абрамова и Никиты Апостола дали харьковчанам задел плюс 3 в счете. После большого перерыва они эту разницу держали, но в заключительные 8 минут. Гости бросились отыгрываться и делали это успешно. Александр Дядюров с игры, а потом с пенальти и Юрий Маметьев с сиреной контроля времени сравняли счет 6-6. Но за минуту 45 до конца Однолетков заработал пенальти, а Наволоков его реализовал 7-6. Первая победа Харькова над Львовом в сезоне. Мы, как говорится, еще, ну как я считаю, в четверть возможностей играть. По разным причинам от меня не зависящие. Ребята учатся, работают и пока что у нас полная отдача на тренировке, я имею в виду, командной вместе не получается. Приходят, работают хорошо, не вопрос, но, к сожалению, не все приходят регулярно. Матч был омрачен поведением игрока «Динамо» Дмитрия Алексеева. Судья Михаил Лебедев удалил без права замены львовского левшу в самом начале игры за грубый фолл. Вообще, в последнее время почти все матчи Харьковской области и «Динамо», так или иначе, заканчивались спорными судейскими решениями. И по этому вопросу оба тренера едины во мнении. Да, были судейские ошибки, которые повлияли на результат. Но это были именно ошибки. Это были ошибки. К сожалению, те международные судья, которые есть на Украине, они сюда не могли приехать. Они могли освободиться от работы и не приехали. А Харьковские международные судья тоже не могут судить нашу команду приходят. Поэтому привлекаем судей менее квалифицированных. Такую игру, как в нашем чемпионате «Слобожанец» и «Динамо» Львов, не можно ставить судей, которые, допустим, в первый раз судят в высшую лігу взагалом. А тем более, которые не отвечают в высшей категорії, например, судей. Потому что это одна игра в чемпионате, которая является принциповой для добивания чемпиона Украины. И поэтому на этот матч нужно максимально подходить серьезно как игровцам, как командам, так и судейскому корпусу. Обострилась борьба и в другой суперлиговской паре за бронзовые награды. В очной встрече НТУ ХПИ обыграл Мариуполь со счетом 11-7. Причем ровный счет был только в начале встречи. Далее подопечные Евгения Носика понемногу наращивали преимущество и так победили. Впрочем, задачу своей команды главный тренер политехников видит не только в бронзовом оттенке наград. Немножко попортить нервы лидерам. Есть такая задача? Портим нервы. Вы видели даже сегодня. 2-1-2 периода. Это что, не нервы для лидеров чемпионата? Одна туда-сюда, один шаг, один шаг право-влево, два-два, у них руки трясутся, а мы хорошо себя чувствуем. Тяжелее всех из финальной четверки приходится мариупольцам. Мариупольцам. Отсутствие поддержки местных властей тянет за собой цепочку бед. От поезда к натуре за свой счет до потери ватерполистов самого, что называется, игрового возраста. Честь и хвала тем, кто еще остался и тянет на себе дело, в котором когда-то Мариуполь не знал себе равных. Ребята на это смотрят, и я не могу их заставить тренироваться. Мне очень сложно их мотивировать чем-то. Они говорят, а что дальше, а что будущее? И вот хочу сказать, что у меня на сегодняшний день, я считаю, уже я уверен, знаю информацию, что три игрока я теряю из молодых. 2-97-го, 1-98-го. Этих ребят троих я теряю, которые будущее. Это 18-19 лет, которых, да, все оценивают, говорят, да, хорошие шансы, хорошие ребята, перспективные, с которыми мне обидно тоже. Я с ними вот третий год уже. Впереди у команд Суперлиги еще два съездных тура. Если разница между первыми командами будет меньше 9 очков, как и в прошлом сезоне, будет золотая серия поединков. В Болгарии завершился международный боксерский турнир класса А «Странжа-2017». В весовой категории до 60 килограммов выступал чемпион Украины из Харькова Юрий Шестак. На пути к полуфиналу он победил американца Аарона Переза и Вусала Вердеева из Азербайджана. В бою за выход в финал подопечный Валерия Даниленко уступил англичанину Колуму Френчу и стал бронзовым призером турнира. Первая ракетка Украины Элина Светолина выиграла теннисный турнир серии «Премьер» в Дубае. Седьмая сеянная харьковчанка начала со второго круга, в котором обыграла китаянку Джен Сайсай. Затем от рук Светолиной пала американка Кристина Макхейл. Элина уступала по ходу 4-6-3-4 с брейком, но сумела переломить ход встречи, взять три гейма к ряду во втором сете и выиграть третий 6-3. Счет личных встреч между Светолиной и Макхейл стал равным 2-2. Еще одну представительницу США Лорен Дэвис харьковчанка прошла чуть более чем за час – 6-0-6-4. В полуфинале ее ждала первая сеянная немка Ангелик Кербер. Украинка ввела 6-3-5-2, но проиграла 4 гейма к ряду. Кербер подавала на вторую партию при счете 6-5, но Светолина сделала обратный брейк и уверенно сыграла на тайбрейке. Это женский теннис во всей красе. Как и финал Светолиной против датчанки Каролин Возняцкий – первый для Элины главный матч премьеровского турнира. И масленичный блин не пошел комом. 6-4-6-2 – победа украинки на турнире и, как следствие, место в топ-10 мирового рейтинга. Естественно, это рекорд Украины. До этого наши девушки так высоко не забирались. Я думала, что мне нужны позитивные моменты, которые позволили мне одержать прошлые победы, перенести позитивный настрой на большие турниры и в итоге показывать такую же стабильность в важных матчах. Так что сейчас я очень рада, что смогла всю неделю отыграть на таком высоком уровне. Конечно, без провалов не обошлось, но мне удалось из них выбраться. Сразу после этого Светолина вышла во второй раунд турнира WTA International в столице Малайзии. В стартовом матче первая сеянная харьковчанка обыграла кореянку Су Джион Джан 6-2-6-3, но позже снялась с турнира из-за травмы ноги. В Харьков вернулись победительницы зимнего теннисного Кубка Европы среди девушек до 14 лет. Все три участницы сборной представляют наш город. Это воспитанницы уникорта Дарья Лопотецкая и Екатерина Рублевская, а также вновь испеченная харьковчанка Любовь Костенко. Зональный отбор украинки прошли в Турции, в финал турнира играли в чешском раковнике. Это очень круто, очень приятно, я этому очень сильно рада, потому что победа была очень тяжелой, очень тяжелый матч, и это было действительно круто, то, что мы выиграли, это было на самом деле очень тяжело. Это была какая-то особенная победа, не знаю почему, потому что, видимо, я играла и одиночные матчи, и решающие пары. До 12-ти, до 14-ти, я считаю, у нас в команде самые лучшие отношения, у нас очень хороший командный дух, у нас просто мы там обустраиваем свой сектор всегда, там, где мы болеем, флаг у нас нереальный, заводимся очень сильно, нереальные эмоции, все на адреналине. Ни одного проходного матча у сборной Украины в этом сезоне не было. В турецкой квалификации девушки сначала обыграли сборную Румынии со счетом 2-1, причем этот матч из-за погодных условий растянулся на два дня, и решающую пару Лопотецкая и Костенко выиграли только на завтра. В игре с турчанками сценарий был тот же. Даша выиграла матч вторых номеров, Люба проиграла битву первых, а в паре они доказали превосходство. Рублевская на Корт не выходила, но была готова. Команда есть команда, в этом механизме лишних деталей нет. Действительно, я всегда готова выйти, у меня есть всегда желание. Иногда бывает чуть-чуть обидно, но это все. Я понимаю, что так, значит, было лучше для команды, и я понимаю, что если бы я выходила на Корт, то я бы делала все то же самое для этой же цели, чтобы я выходила, чтобы выиграть. Мы этого достигли, и это самое главное. В четвертьфинале Украина под ноль разобралась с Францией, в тяжелейшем противостоянии только на парном тайбрейке прошла Италию, и в главном поединке сошлась с Россией. Там две первые ракетки Европы по этому возрасту, третья участница номер шесть на континенте, плюс тактические хитрости капитана по смене в составе на одиночный матч. До парной игры это сработало, да и вообще дело дошло до чемпионского тайбрейка, который Костенко и Лопотецкая выиграли 10-2. Да, я могу сказать, что пара у нас корона, нас очень трудно обыграть, так как у нас любое очень хорошее отношение, мне с ней очень приятно, хорошо, я ее очень хорошо чувствую, она меня очень хорошо чувствует. У нас не было взаимопонимания с одного взгляда, куда я сейчас сыграю, куда я сейчас подам, и поэтому это было легко найти ту игру, с которой мы можем обыграть, либо кого. Украина второй год подряд выиграла девичий турнир Ю-14, а для Лопотецкой его главными итогами стали пятый континентальный титул, и 60-я победа в составе сборной страны. В Винниках Львовской области состоялось зимнее всеукраинское футбольное первенство среди женских команд. Финал получился Харьковским. Первый – Жилстрой против второго. Серебряный призер против чемпиона страны. В первом тайме отличились футболистки Жилстроя-2. Яна Калинина забила в чужие ворота, Татьяна Рыжова в свои. После перерыва Ольга Авдейчук принесла победу первому Жилстрою-2-1. На Салтовском льду состоялось историческое спортивное событие. Впервые в новейшей истории Харьков принял съездной тур женской хоккейной лиги страны. С точки зрения организации, все было сделано на зависть профессиональному спорту. Масштабная рекламная кампания привлекла не только журналистов. Трибуны были забиты, шумовая поддержка хозяйкам команде «Пантеры» обеспечена. И в первый игровой день они воспользовались ею, обыграв днепровских «Белок» со счетом 4-1. У хозяек шайбы забросили Надежда Макаренко, Диана Ковтуны, дважды Владислава Скащук. Прогресс в игре «Харьковчанок» за несколько месяцев очевиден. А ведь многим из состава приходилось менее года назад начинать с нуля. Девочки пришли, не умели кататься, даже не умели владеть клюшкой. Многие не знали, на какой стороне они играют, налево, направо. Сейчас очень сильно и добавили. Конечно, очень приятно смотреть их на льду. Турнирный расклад перед заключительным туром регулярного чемпионата был ясен. Измениться пары плей-офф не могли. Но это не значит, что борьбы не было. Была и какая. В матче первой и второй команд регулярки, «Королев Днепра» и «Пантер», первый период завершился в сухую. А в середине второго хозяйки открыли счет. Ошибкой в защите Александры Сердюк воспользовалась харьковчанка канадского происхождения Кейт Бобин. «Я сыграла пять туров в украинском чемпионате. И могу сказать, что здешний уровень женского хоккея растет от матча к матчу. С каждым разом все больше людей увлекаются этим видом спорта. И уровень игры девушек растет постоянно. Чтобы выиграть чемпионат Украины, нужно много работать и прикладывать максимум усилий». Увы, гол харьковчанок стал лишь локальным успехом. Лидеры «Днепр Квинс» повели за собой команду к чужим воротам и до финальной сирены успели забить четырежды. Дубль на счету Елены Ткачук, одну шайбу забросила Валерия Мончак, а в концовке гости попали в пустые ворота. 4-1 в их пользу. Победили они и в остальных матчах тура, оставшись первыми в таблице. «Единственная шайба была заброшена упорным трудом. Мы очень хотели выиграть, хотели забить. Мы это сделали, но потом нам немножечко не хватило упорств. Мы старались, мы делали все, что могли. Ну, конечно, результат нас не устраивает, но есть над чем работать. Все впереди». В матче против киевской Украиночки «Пантеры» также открыли счет. В самом конце первого периода отличилась Инна Ванцович-Слащева. Но в следующих двух игровых отрезках хозяйки пропустили по две безответные шайбы и повторили неприятный для себя счет 1-4. Тем не менее, они остались в таблице вторыми и в полуфинале сыграют с теми же киевлянками. Правда, без одного из своих лидеров – Дианы Ковтун, которая отправится в расположение футбольной сборной Украины. «Без надежды жить нельзя, поэтому мы готовимся к плей-оффу. Будет тяжело, но мы рассчитываем на хорошую игру и, естественно, завоевать этот кубок». Игры плей-офф состоятся в Киеве. Во втором полуфинале сыграют две днепровские команды. Победители оспорят золотые медали, проигравшие – бронзовые. В четвертом туре женской волейбольной высшей лиги «Харьковчанка» принимала гостей в спортивном зале педагогического университета. Для дальнейшей борьбы за медали подопечным Анатолия Казмирчука нужно было брать максимум очков в двух домашних встречах. Благо, соперники позволяли. И запорожская команда, и киевский «Инваспорт» находятся в нижней части таблицы. Первый шаг хозяйки паркета сделали уверенно. Запорожскую академию они вынесли в трех партиях, дав набрать противнику в каждой из них, соответственно, 14, 18 и 12 очков. Игра, мы ожидали, что она будет легкая, так и получилось. Как бы все собраны, все силы настроены на эти команды две, поэтому так получилось, как и считали. В игре со столичными волейболистками «Харьковчанкам» пришлось упереться в первом сете, который они выиграли 22, и в третьем, который они проиграли 23-25. Но максимальные три очка хозяйкам принесла четвертая партия, и она уверенно осталась за ними 25-16. С 18 пунктами «Харьковчанка» осталась на втором месте, опередив на бал «Хмельницкий новатор» и на два пункта уступив столичному фавориту. Баскетбольный клуб «ХАИ» в Суперлиге снова принимал столичное «Динамо», и в отличие от декабрьского матча, эта встреча получилась острее по эмоциям. Потеряв из-за травмы до конца сезона Наталью Покровенко, подопечные Элеоноры Чек сплотились сильнее за счет молодых игроков и дали Киеву настоящий бой. Правда, первую половину они проиграли, но всего минус пять, а это, учитывая наличие в составе Александры Чек, немного. Центровая сборная Украины неприятно удивила соперницу в этот раз, прежде всего забив три из трех дальних бросков. Ну и по мелочам насобирался дабл-дабл, 19 забитых за игру и 10 подборов. Нашла свою игру разыгрывающая Алина Лах, которая за матч набросала 18 пунктов. У второй, высокой, Светланы Родионовой, тоже приличная статистика – 14 плюс 11. Валерия Проскурина набрала за отведенные ей на площадке 37 минут 13 баллов. Все вместе вылилось в то, что после третьей четверти харьковчанки проигрывали минимально, но в конце не сыграла ставка на дальние броски, харьковские девушки просто не попадали. А соперницы были точнее, потому и выиграли 83-77. Сегодня была хорошая игра, они сегодня более-менее слаженно играли в нападении, уже нет хаотичных каких-то движений, пару бросков было, конечно, не запланированных, ну, в основном играли и на больших, и с периметра. Это опыт, когда будут немножко постарше, будут, наверное, психологически устойчивы. В таблице харьковчанки по-прежнему седьмые. В Одессе завершился молодежный чемпионат Украины по олимпийской версии Тхеквандо ВТФ. Сборная Харьковской области в командном зачете стала первой. Личные первые места выиграли Константин Костеневич и Дмитрий Говорун среди мужчин, Сабина Муслюмова и Елизавета Лючкова в женском зачете. Помимо этого на счету харьковчан семь серебряных и девять бронзовых медалей. В американском Лос-Анджелесе состоялся четвертый, заключительный этап Кубка мира по велогонкам на треке. Харьковским «Динамовцам» он принес два титула. Андрей Винокуров занял шестое место в спринте. Его соперник в борьбе за первоитоговое место, поляк Камил Кучинский, стал восьмым. Что и определило победу подопечного Елены Голубевой по сумме этапов. Харьковчанин опередил преследователя на 50 очков. Елена Старикова сотворила сенсацию в женском спринте. Она пробилась в четверку. Четвертая ученица Сергея Телицына и Марии Зарванской осталась, проиграв в дерби полуфинал луганчанки Любови Басовой. Но получила 375 очков, чего было достаточно для первого места по итогам Кубка. Не участвовавшая в этапе испанка Таня Барбера отстала на 15 пунктов. Кроме того, Басова выиграла общий зачет в Керине. Получившая добро от Европейской Федерации на участие в зимнем континентальном первенстве Харьковская прыгуния 6 Марина Килипко на радостях выиграла международный турнир в столице Испании. Ученица Виктора Шевцова с первой попытки прыгнула победные 4.47, а рекордные для Украины 4.62 пока перед представительницей «Динамо Харьков» устояли. Тем временем в Минске прошла юниорская матчевая встреча восьми стран по легкой атлетике. Харьковские итоги такие. Ева Подгородецкая стала второй в составе смешанной эстафеты и третьей на личных 60 метрах. Ирина Рафаэбикетова после четырех видов лидировала, а после пятого проиграла только француженки Солен Ндама, став второй. Дмитрий Гарник финишировал третьим в ходьбе на 5000 метров. Ирина Нерубальщук также стала бронзовой в секторе для прыжков в длину. Одного шага до подиума не хватило барьеристу Алексею Овчаренко. Сборная Украины стала третьей, уступив по баллам Беларуси и Франции. А в Харькове тем временем прошел легкоатлетический кубок областной федерации. Приличными и, как следствие, победными результатами отметились Илья Отрешко в беге на 1000 метров, высотница Дарина Кривша, Полина Герман в прыжках в длину, ядротолкательница София Ромасюк и Роман Богданов в беге на 300 метров. В своих номинациях победили команды Харьковской городской и Золочевской до Юэша. Победители получили дипломы, медали, ценные подарки, а также сертификаты на оздоровление от Управления по делам молодежи и спорта областной администрации. Альма-матер и велосипедистов и легкоатлетов Первое государственное училище физической культуры продолжает удивлять новыми мероприятиями. На сей раз праздновали Масленису, конечно, по-спортивному. Собрали четыре мужские команды из отделений волейбола, футбола, велоспорта и легкой атлетики, а также сводный девичий коллектив и соревновались в эстафетах. Погода способствовала проявлению характера и духа, на ветру просто стоять не получалось, поэтому приходилось двигаться. Апофеоз действия – перетягивание каната, в котором победили волейболисты. Впрочем, праздничные блины достались всем участникам. По сути, Масленица – это проводы зимы, в том числе и спортивного сезона, в котором у каждого были свои результаты. Например, ученик отделения Тхэквондо Влас Чеша запомнил зиму по успешному выступлению на клубном чемпионате Европы среди юниоров в Турции. Дополнительные призы получили те, кто участвовал в конкурсах на знания масленичных традиций. Директор училища обещает впредь проводить этот праздник постоянно. Харьковские мужские волейбольные команды сыграли матчи предпоследнего 13-го тура регулярного чемпионата Суперлиги. Локомотив в гостях против Черниговского Буревестника первый матч выиграл под ноль, а во втором проиграл на тайбрейке 10-15. Юрокадемия на своей площадке дважды отдала максимум очков львовскому баркому 1-3 и 0-3. В таблице положение харьковчан не изменилось. Локомотив второй сверху, юристы снизу. В первом матче четвертьфинала футзального Кубка Украины харьковский локомотив принимал клуб «Кардинал» ровно. Вначале произошел обмен голами, причем гости дважды выходили вперед, хозяева дважды догоняли в счете. А потом Богдан Свиридов пробил так, что Ярославу Лебедю оставалось просто добить. Затем отличился и сам Свиридов, прошив голкипера «Кардинала». 4-2. Перерыв. В середине второго тайма Лебедь сделал дубль, замкнув дальнюю после паса Дмитрия Бондаря. Но комфортную разницу сохранить не удалось. Капитан гостей Богдан Новак результативно потоптался в штрафной. А Владимир Кручок профинтовал по лицевой линии и закатил мяч в ворота. 5-4. Локомотив выиграл, но разница перед ответным матчем на выезде небольшая. Металист 1925 стартовал с побед в зимнем чемпионате Харьковской области. Для начала подопечные Александра Презетко минимально переиграли Первомайский «Квадро». Единственный гол на 73-й минуте забил Александр Литвяк, а доигрывали матч харьковчане в десятером после удаления Владислава Сидоренко. С командой Лозовая-Панютина получилось проще. Металист забил по три безответных гола в каждом из таймов. До перерыва это сделали Максим Ермоленко, Владислав Емельянов и Андрей Ралюченко. После Сергей Давыдов, Олег Синица и Евгений Котелин. Набрав в двух матчах максимум очков, харьковчане единолично возглавили группу «Б». В другую девятку команд также единолично ведет статус из Кигичевки. В школе высшего спортивного мастерства состоялись финальные игры школьной лиги гонбола. В каждой номинации три команды играли между собой по кругу. И среди юношей, и среди девушек были свои фавориты, которые в итоге и доказали свое превосходство, потому что в этих школах занятия гонболом проводятся регулярно. По девочкам оба финальных матча с большой разницей в счете выиграла 122-я школа Московского района, командой которой руководит Алексей Нечвалад. Второй стала 165-я школа Киевского района, третий – 130-я Новобаварского. Больше всего игра запомнилась с 165-й школой, так как мы немного переживали играть с девочками, потому что мы знали их уровень, и мы думали, что будет сложно. Но было сложно, но не настолько, насколько мы думали. Нападения сыграли хорошо, делали комбинации и проходили на скорости. Турнир очень понравился, было очень много лучших игроков, кубков, медальки красивые. А вот мальчики из 165-й школы под управлением Юрия Андрусенко свой турнир выиграли, также с более чем двукратной разницей, переиграв соперников из Новобаварского и Индустриального районов. Школьная лига по этому виду спорта в новом формате проводилась в Харькове впервые. Спонсор по указу – Инвеститина, группа D.A.D. На юниорском чемпионате Украины по бадминтону в Виннице харьковчане стали победителями в четырех номинациях из пяти. Михаил Махновский выиграл пару с Иваном Мединским и микс с Анастасией Прозоровой. Марина Ильинская стала первой в женской одиночке и в паре с Днепрянкой Евгенией Поксютовой. На этом все. Спасибо, что смотрите нас. Спортивного вам здоровья, а все остальное приложится. Редактор субтитров А.Семкин